Всем привет! Сегодня мы начинаем третью серию нашей карьеры. То есть мы закончили предыдущую на том, что мы получили несколько Science Points, открыли Basic Rocket 3 или Advanced, как я уже не помню, General Rocket 3. И у нас из задач висит сейчас основная вещь, это сделать суборбитальный и орбитальный полет. В принципе, я думаю, что мы уже в состоянии это сделать, но на всякий случай заглянем в наш Mission Control. Может там что-то интересное. Радиальный декуплер. Мне отсказать 17 поинтов, но я не хочу. Суборбитальная траектория, сложные достижимы. О, вот интересная штука. Потестировать радиальный крепеж для Liquid Engine, точнее, это Liquid Engine с радиальным креплением Mark 55. На Кербле Splash Down. Вот Splash Down, это упавший в воду, да, то есть он должен быть находиться в воде. 17 поинтов. У нас на выполнение миссии, вот о чем мы не разбирали в прошлый раз, кстати, Duration. 342 дня дается. Сам контракт ставит неактивным через один день, да, Престиж, ну, примерно средний. Берем. Я потом покажу, как с этим Splash Down работать. Достаточно интересно. Я в свое время строил... О, смотрите, тоже интересная вещь. На заработание денег 33 тысячи. Так как мы стараемся сейчас 70 километров взять, мы берем тоже это дело. Я продолжу про Splash Down. Я строил специальную такую телегу, когда у меня появлялись уже шасси. Kerby Landed Inactive. 6 поинтов. Не важно что. Берем. Главное, что это никуда лететь не надо. Я строил телегу, которая сразу загружала там несколько двигателей, несколько декуплеров. Я ее вот вез в конце туда полосы, немножко долго, минут 15 туда, получается, ехал, заплывал в воду. Не запускал раньше я, допустим, там ракету, да, ее туда опускал. А сразу ехал с конца полосы, опускался аккуратненько, проводил все эксперименты, рекаверил вес, весел наш, да, забирал в ресерс-центр и получал Science Point из-за выполнения контракта. Но сейчас, несмотря на то, что мы набрали тесты на Landed Kerbal и Splashed, мы сосредоточимся на суборбитальном полете. Для этого мы идем обратно в наш ангар. Этот весел нам не актуален. Мы собираем с нуля. New. Опять же, Command Pot у нас только один. Сразу его загоняю повыше, чтобы у меня была возможность куда строить вниз. Первым делом, сразу, потому что я иногда забываю, иду и вешаю парашют. И давайте так. Возможно, возможно, нам получится выйти на круговую орбиту. Посмотрим. И для того, чтобы нам потом с круговой орбиты спрыгнуть, нам нужно затормозиться будет. Значит, я уже рассказывал по изменению орбит. Да, есть парадокс космической механики. Для того, чтобы ускориться, нам надо замедлиться. И для того, чтобы замедлиться, нам надо ускориться. Так вот, для того, чтобы ускориться в нашем падении, нам надо замедлиться по орбитальной скорости. И гравитация с нами сделает сама то, что должна. Подцеплю сейчас декуплер, маленький, бачок маленький. Что у нас из двигателей маленьких есть? Ну так. 90, 230, пускай. Даже если это будет не торможение, то это будет разгон, в конце концов. Для того, чтобы выйти на вертальный полет. Вот такой у нас получился базовый комплект. Следующая ступень, декуплер. Смотрите, декуплер у нас повесился в экшн-группы отдельной группой. Двигатель, который мы прикрыли, тоже отдельный. Но логично, мы нажимаем один раз пробел, и декуплер отсоединяется, и двигатель сразу включается. Это того, чего мы хотим достичь. Соответственно, мы объединяем декуплер вместе с двигателем. То есть, декуплер предыдущей ступени с двигателем следующей ступени. Все. Объединил. Одно нажатие отсоединит мне сразу нижнюю часть, все, что здесь будет. И включит двигатель. Удобно, хорошо, и экшн-групп у нас не миллион. Следующее. Смотрим, что у нас есть по двигателям. И по бакам большим. Вот большой бак. Никто нам не запрещает использовать несколько баков связки. Но тут есть один момент, который надо обсудить, до которого мы уже дошли, и который очень важный. Двигатели имеют max thrust, то есть максимальную силу тяги. Но нам оно ни о чем не говорит. То есть, это какая-то условная единица. А нас больше интересует такая вещь, как ТВР рейтинг. То есть, соотношение траста к массе. То есть, в данном случае, по умолчанию, у нас есть только траст и какой-то вес. Причем, в базовой версии Кирбола я не могу его посчитать автоматически. Я должен сидеть с калькулятором и бумажкой и складывать вес всех деталей, который указан. Делить его на мощность двигателя и получать, соответственно, трасту вейтрейта. Что это значит? Это значит, одна из характеристик двигателя, основная, будем так сказать, которая показывает соотношение ее эффективности двигателя к эффективности того... Ну, неправильно сказал. То есть, давайте, чтобы в формулу не вдаваться, я отдельно потом вывешу формулу. И мы поговорим о более математических аспектах. Но суть такова, что двигатель способен вывести свою массу, массу топлива, которая и массу полезной нагрузки на орбиту. То есть, он в состоянии ее разгонять. Соответственно, траст ту вейтрейта равной единице, грубо говоря, это равновесие. То есть, двигатель работает, тужится, 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 но стоит на одном месте. Вот как вертолет зависает, да? Но в ракетах получается ситуация какая? То есть, он-то, двигатель работает, топливо вырабатывает, вес топлива уменьшается и уменьшается общий вес корабля. Соответственно, дальше, дальше и дальше этот ТВР будет увеличиться. То есть, он будет единица, 1.01, 1.1, 1.5. То есть, он потихоньку начнет двигать. Нам интересно, чтобы траст ту вейтрейта сразу был больше единицы. Это нам гарантирует того, что наш корабль начнет сразу разгон. И каждый килограмм топлива будет использован на разгон корабля. Невозможно считать в кербале. Есть пару модов, которые позволяют нам получить эту статистику сразу. Повесив дополнительный компонент, он вообще без массы даже. Вешаем Engineering Redux. Вот его вешаем, вот мы видим. Значит, смотрите. Масса. Видите? 2.500. ИСП 400 секунд. Причем, это S2. Давайте мы сейчас вот докуплер уберем. Вот он посчитает нам только ИСП этого двигателя. Да, это... Хотя, что-то странно он считает. Дельта В есть. Вот, ТВР. Значит, в данной конструкции, при этом двигателе, наш ТВР-366, максимальный 4.58. Это говорит о том, что вот при уменьшении веса в баке, да, уменьшении топлива, вес уменьшается и эффективность двигателя. Тайм. Запаса топлива для этого двигателя нам хватает на 21 секунду. ТВР-366 это безумно много и излишне сильный двигатель для такой массы. Давайте, значит, подправим это дело и поставим чуть больше массы. Смотрим, 3.91 и уже почти минута 50. Отлично, меня все устраивает. Возвращаю сюда вторую ступень. Пока нет двигателя, вторая строчка не появится. Но мы видим, что раз при том двигатель у нас два объема хватило, значит, мы сразу вешаем здесь два больших бака. Это было 230. Побольше. Смотрим. 1.98 на минуту 15. То есть, суммарно, я уже на двух двигателях могу достичь скорости 4.800 метров в секунду. Для выхода на круговую орбиту вокруг Кербала нам надо 2.800, по-моему, если не ошибаюсь. То есть, но нам лучше запас иметь. У нас вес очень легкий, но мы только командный пот толкаем. Можем попробовать вот с этой колбасой, сосиской нашей, попробовать взлететь. И мы увидим, что не совсем данные, которые здесь есть, идеально отображают реальную ситуацию. Но посмотрим. Я никогда не считал. Вот заодно и проверим. Давайте назовем наш крафт. Это будет SubOrbital Mark1. Посмотрим. Может и орбитальный еще будет. Сохраняем. Запуск. Оставляйте свои комментарии, если я слишком много уделяю внимания каких-то детализаций, описанию и меньше постройки корабля и сразу полетам. Но я думаю, что правильно понимать более глубинные процессы, чтобы более правильно строить корабли и достигать более высоких результатов. И этим мы можем более интересно совершать полеты более дальним планетам. Включили SAS. Запустились. Вот видите, забыл увеличить скорость. Чуть-чуть топливо потерял. Смотрите. Есть у нас иконочка, которая позволяет нам контролировать запас всех ресурсов на корабле. Engineering Redux позволяет нам видеть информацию об орбите сейчас. В данном случае мы находимся на высоте 2 км, а наш апогей уже на 4 км почти. То есть, если я сейчас выключу двигатель, вот я до 4 км долечу и обратно начну падать. Лечу пока я прямо, вертикально вверх. Но очень скоро, километров на 7, мне надо будет потихонечку начинать искривлять мою траекторию в сторону вращения кербина. В данном случае это вот сюда. Я потихонечку начинаю сдвигать. То есть, нажимаем в клавишу D и потихонечку начинаем искривлять нашу орбиту. Смотрите, первый двигатель нас не вывел на скорость, как там говорилось, в 1000. Всего лишь 360. Вот он отключился. Сейчас следующий. Понеслось. Вот мы видим продолжение нашей траектории. Да, и мы потихонечку начинаем сдвигаться. Здесь нам тоже запаса хватит на полторы минуты. Вот мы видим здесь уменьшение топлива расход. Все остальные вещи у нас пока неизменные. Запас электричества у нас постоянно пополняется выхлопом двигателя. То есть, генерирует электричество. Апогей 25 километров. Летим. Продолжаем. То есть, наш, скажем так, верхняя граница атмосферы, где на нас не будет влиять гравитация. Это, точнее, как не гравитация, а атмосфера. Это 70 километров. Гравитация у нас будет влиять еще очень долго, даже за пределами. Значит, я уже четко вижу, что здесь у нас не будет орбитального полета. У нас будет суборбитальный. То есть, когда мы достигаем космоса, но при этом не устанавливаем круговую орбиту. То есть, смотрите, 60 километров. Вот, можем чуть опустить, наклонить более продольно. Все. Наш апогей уже в 78 километров. И у нас еще чуть больше трети топлива. Возможно, возможно. Может быть, все-таки мы сможем докрутить круговую орбиту. Что нам для этого надо? Для этого надо перейти на Orbital Map. И посмотреть, как выглядит сейчас наша траектория полета. Вот наш апогей на 78 километрах. Нажимаем точку здесь мышкой. Через минуту 30 мы ее достигнем. Добавляем маневр. И увеличиваем нашу скорость прогрейт. Смотрим. Для того, чтобы нам достичь круговой орбиты, нам надо поднять берегей тоже до 60 километров. Точнее, 60 здесь, а там до 70. Вот. На все это у нас должен быть состояться разгон на 920 метров. Соответственно, появилась синяя точка, которая маркер, который показывает, в каком направлении должен встать, чтобы дать импульс и достичь. Смотрите. Расчетный импульс 31 секунда. Возможно и получится. Время до точки импульса 40 секунд. То, что я говорил в обучающем ролике. Мы делим время берна, время импульса, напополам. И откладываем по равным частям в стороны от точки Т в плюс и точки Т в минус. 30 секунд напополам. 15. То есть, в минус 15 мы должны дать полный газ. И в 15, то есть, в плюс 15 секунд у нас, в принципе, мы должны... Вот я даю газ. И в плюс 15 секунд, то есть, через 30, да, от нашего горна, мы должны достичь скорости орбиты. И я вот смотрю, что все-таки мы сможем достичь ее. Такие красивые виды, хорошие моды, дают хороший эффект. Очень приятно наблюдать такую картинку. Смотрите, идет убегание. А может и так. Вот, все, мы начали крутиться. Здесь мы видим апоапсис и периапсис. Видите, 60. Надо чуть-чуть добавить, чтобы был... Все, есть круговой. Сразу нам сообщили о том... Сейчас откроем. То, что мы выполнили контракт на достижение 33 километров. Понятно. Вышли за пределы атмосферы в открытый космос. Да, вышли и достигли орбиты круговой. Есть, молодцы. Сбрасываем ноду и мы летим по круговой орбите. Это мы можем проверить. Смотрим. Вот наша круговая орбита. Точка 77 километров. Вот она. Апогей. И перегей 75-300. Вот он есть. Здесь очень интересная телеметрия идет. Статистика. Время до апогея. Время до перегея. Наклон оси по отношению к экватору планеты. Эксцентриситет. Насколько круглая орбита, либо овальная. У нас практически круглая. Время периода по орбите 31 минута. То есть за 31 минуту мы делаем полный оборот вокруг Кербина. Соответственно, мои данные по Ascending Node и Longitude по... Господи, я уже даже и не помню. Надо будет проверить, что это по Е. Semi-measure и semi-minor axis. Это расстояние половины большой и малой оси. То есть если у нас эллипс, то у нас большая ось будет длиннее. Малая, соответственно, медленнее. Мель меньше, господи, заговорился. И это дистанция полуосей. Так как это у нас окружность, они в принципе равны. Видите, то есть колеблется между 27 и 8. И тут между 28 и 7. То есть практически круглая орбита. Это очень хорошо. Сразу прошу обратить внимание. Как только выключили двигатель, у нас на поддержание работы наших всех систем используется электричество. Мы можем достичь такой точки, когда все электричество закончится, топлива нет, поджигать и вырабатывать генераторы ничего не смогут. И это очень плохо. Значит, так как мы достигли цели, нам надо в принципе планировать свое возвращение на зад. Вот смотрите, очень хорошо. Мы сейчас достигаем апогея. Чтобы не тратить много времени, мы разворачиваем корабль в противоположенную стопу. Уп, стоять куда? Перескочил. САС выключил. И сразу крутится начал, как юла. Мы развернули двигателями по направлению движения. Это называется состояние прогрейт. Я дам сейчас импульс. Да, мы уже в механике говорили. Вот, я дам импульс. И эта точка сейчас начнет уменьшаться по высоте. Даю импульс полный. И смотрите, поползла вниз. Вот, отмечаю. Все. Минус. То есть, это значит точно я приземлюсь. У меня еще запас топлива есть. И я могу сделать более крутую орбиту снижения, для того, чтобы быстрее пройти атмосферу и не палить корабль очень долго. Все. Значит, так как у нас уже орбита нисходящая, то есть, все детали, которые я отцеплю сейчас, тоже упадут на землю. Они не будут засорять мне здесь космос. Самое, наверное, противное то, что мы еще приземлимся на ночную сторону. Ну, я сейчас включу ускорение. Контролируем высоту. Вот, мы вошли в атмосферу. Он нам не дает ускорить больше, чем на 4 единицы. То есть, очень так темно все у нас. Но зато вот мы видим, там города светятся у нас. Кербины занимаются своими делами ночью. Кто-то по кафешкам, кто-то спит, кто-то работает. А мы тут, понимаете ли, летим. 51. Я думаю, где-то на 30 километрах я отброшу двигатель. Лишний наш вес. Сейчас, видите, какой-то большой город под нами. Вот мы тут летим. Вот наш корабль. При входе в атмосферу у нас есть эффект. Вот, почему я оставлял двигатель? Потому что я им подставляюсь под набегающий поток атмосферы. На самом деле, здесь эффекта никакого нету. Вот, я отстрелил его. Давайте чуть замедлим ускорение. А то он так ушел быстро. Вот. Все. Вот примерно так у нас действительно спускаются космические аппараты. Только комплекс, в котором находятся пилоты и парашют. Все остальное отстреляно, чтобы не тянуть лишнюю массу. Вернемся к температурным режимам. Еще не доделано в кербале. Концепция того, что детали имеют порог на нагрев. То есть разрушение при большем нагреве, чем они допустим могут выдержать. В данном случае это еще не реализовано. В данном случае это еще не реализовано. В слое горения за счет трения атмосферы. Чуть-чуть ускорим. Единственное, что я забыл совершенно, это провести эксперименты на орбите. Эксперименты к кербалам. Выйти в открытый космос, собрать информацию. Ну, значит, забыли, значит забыли. Зато у нас есть возможность сейчас сделать пару этих репортов. Крю-репорт. Выходим в открытый, уже не космос, а нашу Землю. Surface samples. Это где? Highlands. Highlands. EV report. Ну, чуть-чуть собрали, это тоже надо. Потому что обиднее всего, когда вы тянете с орбиты большое количество данных. Приземляетесь в таком месте, где вы еще не были. И могли бы взять и Surface samples, и другие вещи. А мы знаем, что взять все не получится. Что-то надо стереть, да, где-то данные, и записать новые. То есть дисков они не придумали в большой емкости. Поэтому мы сейчас это сделаем, чтобы потом нам не было так обидно. Чтобы не жарствовать более данными, ценными. Значит, смотрите, мы почти 23 Science Point притащили с миссии. Парц мы вернули на 607. Видите, хотя наш кораблик стоил подороже. Многое мы отстрелили и взорвали где-то в космосе. Вот, смотрите, кстати, 3 парц. Одна ресурс рекавера, да, на 10 тысяч килограмм. На 1068, 48 процентов от стоимости корабля мы вернули. В принципе, очень неплохо даже, я бы сказал. Так, ну что, самое интересное теперь посмотреть. О, 80 поинтов. То есть вот тут можно разгуляться. Сразу батарейки. Однозначно, без них нам не жить. А вот здесь Science 45 и у нас есть запас. Смотрите, появляется очень много приборов, которые могут генерить нам Science. Нам они нужны просто по зарез. Кстати, смотрите, я единственное, что открыл и забыл. Вот есть мистери ГУ контейнер, который тоже может собирать данные. Значит, мы берем по-любому науку. Открываем. 22 поинта. Может быть, мы что-то сможем открыть на 22 поинта. Ну, мы можем, но почему-то мне не хочется. Вот, не хочется мне стабилити открывать. Значит, давайте мы на этом сегодня закончим. Оставим себе буфер 22 единицы. И посмотрим, что мы можем с новыми нашими агрегатами по сбору Science собрать вот вокруг площадки. Плюс у нас, если вы не забыли, у нас есть несколько задач от Mission Control на тестирование, что нам тоже принесет в сумме несколько десятков поинтов. Так что, в следующий раз рассмотрим более детально уже науку с точки зрения практического применения и сбора данных. Всем спасибо за внимание. Комментируем. Не забываем лайкать. Подписываемся на канал. Всех жду в следующий раз. Пока-пока. Дальше интересней. Субтитры сделал DimaTorzok